Уважаемые участники дискуссии, уважаемые товарищи, уважаемые дамы и господа, темой пленарного заседания является вопрос о развитии трансевразийских коридоров мировой экономики. И, как я уже говорил в своем вступительном слове, это имеет самое непосредственное отношение к нашей железнодорожной работе. Прежде всего, хочу подчеркнуть то, что уже неоднократно подчеркивал во всех своих выступлениях. Безусловно, мы ориентируемся на сотрудничество между всеми железными дорогами этого пространства. Мы доказали не на словах, а на деле, что для нас формирование единого транспортного поля является приоритетной задачей. Свидетельством тому являются последние достижения в области развития международного сотрудничества с нашими коллегами, с нашими компаниями. И мы исходим из того, что высокоразвитая, эффективно работающая железнодорожная система является существенным условием интенсивного социально-экономического развития. Те интеграционные процессы, о которых сегодня постоянно говорится, это реальная объективная необходимость в условиях развития международного экономического сотрудничества. Кто-то говорит о глобализации экономики, кто-то говорит, используя другие термины, суть от этого не меняется. Мир за счет средств коммуникации, к которым относятся и железнодорожные транспортные системы, становится меньше. Мы сегодня уже с вами всерьез говорим о развитии одного из наших проектов, вы о нем знаете, Транссиб за 7 дней. И сегодня мы об этом говорили с уважаемым министром, что возникновение такой транспортной системы с такой скоростью доставки грузов из стран АТР в Европу, безусловно, серьезнейшим образом увеличивает конкурентноспособность железнодорожного транспорта. Причем хочу подчеркнуть, и об этом говорилось на комиссии по транспорту, на котором присутствовали три заместительные министра транспорта Российской Федерации, мы подчеркиваем, что мы не хотим каких-то исключительных условий для своего развития. Мы говорим о необходимости формирования единых условий для конкуренции. Мы об этом еще будем говорить на круглых столах, я сейчас не буду на эту тему особенно заостряться, но тем не менее прошу отметить именно этот аспект – равные условия конкуренции. По оценке ООР в период до 2030 года совокупные инвестиционные потребности мировой транспортной инфраструктуры составляют 11 триллионов долларов. Это включают аэро, морские порты, железнодорожную транспортную систему, трубопроводы – 11 триллионов долларов глобально. При этом более 44% из этого объема – это порядка 5 триллионов долларов – предполагается инвестировать в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Таким образом, тот ренессанс, о котором сегодня говорят в Соединенных Штатах Америки, в Европе, ренессанс железнодорожного транспорта имеет вполне конкретное развитие с точки зрения планов инвестирования в транспортную инфраструктуру. Первоочередные задачи, которые стоят перед международным сообществом, они представлены здесь на слайде. Я извиняюсь, что слайд на английском языке, но я основные моменты этого слайда хочу озвучить. Первое. При реализации столь сложных и объемных инвестиционных программ необходимо на качественный уровень поднять процесс управления развития международных транспортных коридоров. Значит, это, кстати, находит в том числе с нашей стороны большое внимание и в области европейской политики. Так, в Европейской комиссии принята белая книга транспорта 2050, предполагающая, что более половины перевозок на расстояние свыше 300 километров к 2050 году должны осуществляться железнодорожным и водным транспортом. Для решения этой задачи реализуется общеевропейская программа ТЭН-ТИ. Нами продвигается проект по формированию новоевразийского транспортного коридора, о котором участники хорошо знают. Это соединение сотрудничества и железнодорожного логистического сотрудничества при перевозке грузов, например, из Китая через Казахстан, Россию, Белоруссию в Европу. Об этом тоже поговорим более подробно на соответствующих столах. Второе. Серьёзным барьером являются различия технических стандартов. И мы в неоднократных встречах и с господином Каусом, и с министрами европейских государств, и с министрами прибалтийских государств говорили о необходимости, конечно, едва ли мы можем достигнуть полного объединения стандартов, это едва ли возможно. Но синхронизация, гармонизация нормативных документов и стандартов мне представляется вполне назревшей и возможной к решению проблемы. Третий слайд. Преабилитетное направление сотрудничества Российских железных дорог и Международного союза железных дорог, UIC. Господин Лубину здесь тоже находится. Это выверенная позиция, которая направлена на сбалансированность развития транспортных коридоров, развитие интероперабельности инфраструктуры и подвижного состава между железными дорогами различных стандартов, развитие высокоростных сообщений и беспересадочных пассажирских сообщений. Мы достигли довольно значительного прогресса здесь в сотрудничестве с СНСФ и Deutsche Bahn. Унификация номенклатуры перевозимых грузов, кодирование, информатика, внедрение современных информационных и спутниковых технологий, снижение народного вредного воздействия на окружающую среду. Вы знаете, что в этом смысле железнодорожный транспорт наиболее, наиболее, менее загрязяющий окружающую среду из всех видов транспорта. Мы очень ценим своё сотрудничество в рамках МСЖД и будем развивать это сотрудничество и в дальнейшем. Мы считаем, что третьей важнейшей задачей является, и, наверное, основной я хочу её подчеркнуть, это ликвидация международного сообщения того, что находится, вообще говоря, в наших руках. Это устранение информационных барьеров. Я помню, сколько мы бились с нашими финскими коллегами, когда я ещё был замминистра транспорта, значит, добиваясь возможности электронного декларирования товаров, которые переводятся железнодорожным транспортом. Сказать, что мы достигли здесь абсолютного успеха, наверное, будет большим преувеличением. Я уже не говорю о других направлениях транспортировки грузов в Европу. Считаю, что эту задачу мы должны решить, и я специально её выделяю из всех тех задач, которые я только что перечислял. Считаю важным развитие научно-технического сотрудничества между и СНГ, и компаниями Евросоюза, и странами ОТЭС. Мы в рамках МСЖД такую работу ведём, но полагаю, что мы можем её, безусловно, усилить, потому что сегодня накоплены выдающиеся достижения в области железнодорожного транспорта у наших европейских коллег. Кое-что можем предъявить и мы. Опять-таки, на круглых столах мы об этом, обо всём поговорим. Вчера во время объезда железнодорожных объектов мы рассказывали о строительстве нового железнодорожного вокзала. Господин Халлас присутствовал во время этого объезда. Чрезвычайно важно, что мы опять-таки не на словах, а на деле реализуем политику эффективного энергосбережения, защиты окружающей среды. И практически вся крыша нового вокзала – это будет большая солнечная электростанция, которая будет позволять колоссально экономить потребление энергии и, соответственно, сокращать вредные выбросы в атмосферу. Очень большая проблема, которую мы не можем решить сами и мы можем рассчитывать только на поддержку правительств наших стран – это проблема сотрудничества таможенных и пограничных служб различных стран. Мы с этой проблемой сталкиваемся даже в рамках СНГ. Ну, чего ожидать, когда речь идёт о международных пассажирских, скажем, перевозках или грузоперевозках. Полагаю, что при развитии информатики мы могли бы всё-таки просить наших уважаемых министров решить проблему предварительного электронного декларирования и сокращения всех процедур на переходе через границы. Я считаю, что это существенным образом повысило бы нашу конкурентноспособность. Уважаемые коллеги, я хочу подчеркнуть, что в ближайшее время, 8 июня, мы открываем новую паромную переправу. Это услуга «Зачность», где, уважаемый господин министр, может быть, мы как на полигоне и используем эти предложения по сокращению всех этих таможенных и пограничных процедур. У нас очень важным шагом являлся меморандум, подписанный между ОАО РЖД, Казахстан-Темир-Жалы, Биралузской железной дорогой о развитии транспортно-логистической системы единого экономического пространства. Для нас это остаётся приоритетом. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря о сбалансированном развитии сети, полагаю, что и со странами, с железными дорогами стран СНГ, и с нашими партнёрами из Западной Европы мы, конечно же, должны балансировать развитие инфраструктуры. Но будет странно, если, скажем, мы будем вкладывать деньги, в том числе государственные деньги, в развитие инфраструктуры, которая не заканчивается аналогичным развитием инфраструктуры у наших соседей в странах СНГ. То же самое касается и стран ЕС. Полагаю, что мы можем договориться о том, что такую работу по синхронизации поставим на регулярную основу. Тем более, что у нас сегодня разработана генеральная схема развития железнодорожного транспорта до 2020 года, и мы готовы поделиться всей информацией, которая здесь есть. Важнейшим элементом является повышение качества и комфортности пассажирских перевозок, особенно в международном сообщении, и полагаю, что мы сможем это решить. Пятый слайд говорит о тех источниках финансирования, которые в Западной Европе уже отработаны. Мы пока над этим работаем. Вы все хорошо знаете наше предложение по использованию средств пенсионных фондов, которые могут серьезным образом позволить нам развивать развитие инфраструктуры. Совершенно очевидным является вывод о необходимости опережающего развития инфраструктуры по сравнению с развитием экономики. Это уже содержится практически в учебниках для студентов транспортных вузов во всем мире. Я в своем вступительном слове говорил о важности развития человеческого потенциала. В этом отношении у нас хорошо развиваются взаимоотношения с немецкими железными дорогами, с французскими железными дорогами, с Сименсом мы в этом направлении работаем. Меня очень радует, как председателя Совета по железнодорожному транспорту, что и с нашими коллегами из СНГ мы эту тему развиваем, в том числе и за счет обучения железнодорожным специальностям студентов из стран СНГ. Но, учитывая широкое международное развитие, почему бы не подумать о том, чтобы такой обмен студентами осуществлялся и между российскими железнодорожными вузами и вузами наших соседей. Полагаю, что не будет теоретическим футуризмом предсказать, что в течение ближайших десяти лет мы будем наблюдать и участвовать не только в ренессансе железных дорог, но мы увидим принципиально новые транспортные системы, мы увидим принципиально новые транзитные транспортные коридоры, которые в большей степени будут интегрировать Европу, европейскую экономику, Россию и страны АТР. Наверное, нельзя говорить о интеграции Европы и России, это дело политиков, но то, что железнодорожный транспорт в такой интеграции уже практически подготовлен, и мы готовы способствовать решению политических задач, которые перед нами поставят уважаемые руководители Европарламента, Евросоюза, стран соответствующих, мы к этому готовы. Спасибо за внимание. Спасибо.